Эта история будет загадочна, и у неё непонятная концовка. Давайте вместе посмотрим, а потом разберёмся. Это случилось в полнолунии в четверг. Свету разбудил странный шум на кухне. Старшей сестрёнки не было в постели. И Света решила, что она пошла на кухню попить воды. И мне воды принести! Пока Света ждала воду, задремала. Проснулась, а у неё на груди стоит стакан воды. Спасибо, спать уже иди! Но в ответ послышалось три удара в стену. Света решила, что Катя так шутит. И постучала тоже. Ей ответили тут же. Стук был под самым потолком. Как она это делает? Света стала не по себе. Но она знала, что это Катя на кухне. И кто другой. Она взглянула в окно и увидела надпись на стекле кухни. Иди сюда! Света проснулась ночью, а Катя нет в постели. Она на кухне. Но как-то странно себя ведёт. Света решила пойти на кухню выяснить. Она потянулась к ручке двери, на дверь захлопнулась. Сквозняк. Света пошла на кухню, включила свет и... А среди комнаты стоял самодельный домик из пледов. Света хотела было заглянуть в него. Но из домика вылетел самодельный стаканчик на нитке. Катя хочет поиграть? Давай! Света взяла стаканчик и вернулась в постель. Приём, приём, меня слышно? Да, послышался голос из стакана. Что делать будем? Играем в прятки. Найди самое укромное место в доме. Прячься туда и не выходи, чтобы ты не услышала. Катя тебя не найдут. Ладно. Ночь. Полна луния. Света думает, что Катя решила над ней подшутить. Прятавшись в шалаше на кухне и говоря с ней через стакан на нитке. Катя приказала ей спрятаться в самом укромном месте в доме и не выходить оттуда, чтобы она не услышала. Света залезла за кровать. Через минуту она услышала, как открылась входная дверь. Кто-то бродит по квартире и всё ломает. Света не вылезла. Там уж утром. Она обнаружила квартиру в полном хаосе. Она побежала к шалашу к Кате. Но вдруг открылась входная дверь и вошла Катя. Света, ты жива? Мы с играми. Я думала тебя. Но ты сама сказала мне спрятаться. Света, я была у подруги всю ночь. Но кто тогда? Они пошли к шалашу. Опрокинули его. А там записка. Хорошо поиграли. Я ещё приду. Итак, главный вопрос. Кто же был в шалаше? Друг это или враг? Я не буду сейчас вам об этом говорить. Давайте лучше вы сами напишите в комментариях, что вы думаете, кто это был и каков он. Жду вашу ответ.